Сергей Морозов посетил Корсунский район и утвердил комплекс ограничительных мер, которые будут действовать в муниципалитете. Направлено это для обеспечения эпидемиологического благополучия жителей. Напомним, со дня на день будут готовы результаты тестов на коронавирус у 15 человек – жителей Корсуна, сел Сосновки и Нагаева. Среди заболевших есть и работники сферы здравоохранения. Первые пробы у людей показали положительный результат. В районе продолжается дезинфекция территорий с помощью специальной техники. Уже обработан автовокзал и прилегающие территории. Следующие в очереди – соцзащита, пенсионный фонд, поликлиника. «Проводится дезинфекция автовокзала и прилегающие территории, 0,5% раствором мермикона. В данный момент мы сейчас видим, что проходит обработка и через час будет отобраны пробы для исследования на качество дезинфекции обработанной». Планируется обработать 15 тысяч квадратных метров социально значимых мест Корсуна и двух сел. За соблюдением режима самоизоляции следят правоохранители и дружинники. На нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении, которые направляются в суд. В качестве наказания – предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей. Нарушителей режима эти цифры не останавливают. «Он передвигался по улице. Мы поинтересовались, с какой целью. Он не смог пояснить. Справки, разрешающие ему нахождение на улице в качестве работающего лица, у него тоже не было. В аптеку либо в продуктовый магазин он не ходил и не собирался туда идти. Соответственно, при наличии оснований был составлен протокол совместно с сотрудниками полиции». Проехав по Корсуну, глава области заключил – в районе не соблюдается режим самоизоляции. Главная задача власти на местах – донести до людей все ограничительные меры и активнее следить за обстановкой в районах. «Молодежь идет группой. Пожилые стоят группой, разговаривают. С детьми ходят. Нет режима самоизоляции. Чебарок». Кроме комплекса ограничительных мер, губернатор обозначил основные задачи, которые необходимо выполнить. Это обследование всех людей, контактировавших с заболевшими в кратчайшие сроки, дезинфекция территорий, выставление дополнительных постов ГИБДД, контроль за людьми, продолжающих сидеть дома. А также необходимо выстроить работу в районах учреждений здравоохранения, так как поликлиника временно закрыта.